На божественной взаимодействии женской и мужской энергии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Такого механизма нет. Сейчас нельзя изменить. Изменить можно только будущее. Поэтому в сексуальных отношениях человеку выделена определенная судьба благочестия, которая позволяет ему наслаждаться в этих отношениях. У кого-то она больше, у кого-то она меньше. Случается так, что у одного из супругов она больше, чем у другого. И хотя одному положено наслаждение, или один имеет потенциал наслаждать, например, мужчина, он здоров и в порядке, и он хочет радовать свою жену в этом отношении. Он хочет быть мужчиной номер один, он хочет ее удивлять так же, как это происходило, когда мы только познакомились. Но в какой-то момент в судьбе женщины сработает механизм, который отключает возможность просто ей наслаждаться этими отношениями. Просто нет, он приходит болезнен, или приходит в какое-то состояние ума, приходит большое беспокойство, или приходит депрессия. И хотя мужчина продолжает делать усилия, ну какие-то счастливые, приятные усилия, но тем не менее он видит, что женщина несчастливается. Женщина может начать думать, что дело в том, что мужчина неправильно это делает. Мы часто это делаем совсем неправильно, хотя гордимся своим знанием. Но эти знания черпаем где угодно, только не там, где действительно находятся знания. Ночное телевидение не содержит ни грамма знания. Оно содержит знание о том, что женщина это как мужчина, и в общем где-то ее поймал, там она и готова. И это разрушает семьи, потому что психика женщины совершенно не адаптирована к этому. Психика женщины имеет особенный механизм, который называется женский центр управления полетом. Диспетчера, который регулирует полеты в близких отношениях, мужчине совершенно неизвестно, потому что его полеты не управляются никем. То есть другими словами, если мужчине захотелось близких отношений, там просто захотелось близких отношений, ничего ему не может в этом поменьшать. Но если женщина чувствует, что мужчине захотелось близких отношений, она должна отреагировать как-то, по сути это образно, но вообще-то ей нужно сделать запрос в центр управления полетом. И в центре управления полетом диспетчер получает сигналы. Потому что сейчас я как бы должна открыться для близких отношений. Женщина думает, по идее, все должно быть, наверное, так же просто, как у мужчины. Но мне почему-то кажется, что они просто, мне их почему-то не хочется. Странно, почему мне не хочется их на третьем свидании, я удивлена. Или почему мне не хочется после рабочего дня, или почему мне не хочется их на входных, или почему мне не хочется близких отношений только потому, что мы приехали на курорт и сняли хороший номер с видом на мод. Странно, почему мне их не хочется. Мужчина уже запланировал, когда снимал номер. Это уже включено. All included. All inclusive. Он сам включил туда все. Он даже включил туда программу, что женщина обязательно должна захотеть сексуальных отношений, если в таком шикарном номере мы остановились. Но женщины чувствуют себя виноватыми. Она говорит, море классное. Мне как раз хочется почему-то море. Видит, на море классно. Мне как раз хочется смотреть на море. Почему мы должны делать все другое. И многие женщины чувствуют себя виноватыми, потому что они думают, что они неадекватные, и что нужно придумать какую-то причину, нужно придумать, что, например, голова болит, или все что-то. В результате чего муж говорит, частичком часто голова болит, или он, как в анекдоте, будит жену ночью, трясет ее, жена просыпается, он протягивает ей энергин. И она такая смотрит, там редкий муж, пол третьего. Она говорит, у меня не болит голова. Он говорит, ага! Поймал. Парасклоп. Не болит голова, все, давай, вперед, поехали. Но дело не в том, что болит голова. Дело в том, что есть диспетчер. Этот диспетчер, он делает запрос, вот он, он сидит в центре управления полетом. Мужчина, он там, ну все, давай, как. В классике сельского кино, давай, давай, быстрее, быстрее. Сама, сама, сама. Помните, был такой, вокзал для твоих фильмов. Но диспетчер проводит анализ, он получил сигнал, да, говорит, прошу разрешить взлет, женщине говорит. То есть взлет охотит мужчина. Я надеюсь, что взлет будет, женщина, дети, что взлет будет, да, все это важно для наших отношений. Суды по всему, это важно для мужчины. Я бы женщине, я бы хотел доставить ему удовольствие, я бы хотел, чтобы он был счастлив со мной. Я бы прошу разрешить взлет. Казалось бы, чего проще. Мужчина и женщина, он бы здоровый, он бы рядом, почему бы нет. Но, если у мужчины с этим нет никаких проблем, то у женщины есть проблемы, она не так свободна в том, чтобы сама решать, когда сделала. И я отвечаю диспетчеру, ждите, идет обработка данных. Идет обработка данных. Мы должны сделать запрос, мы должны организовать ситуацию, погоду, направление ветра, взлетающие самолеты, другие там, то есть что-то еще. И дальше идет информация. Три дня не звонил и не появлялся. Это, конечно, не про мужей говорить, мужчины, которые строят отношения. Дальше, еще информация. Сегодня опоздал на полчаса. Это было утром, какое отношение это имеет? Я опоздал, я извинился. Или не извинился, ну, не важно. Это было утром, или это было вчера. Ну, я не мог, я был занят. Окей. Но диспетчер говорит, информация все равно здесь. Дальше. Прошлую пятницу в гостях оставила меня одну. Прошлую пятницу! Просто в гостях оставила меня одну. Вы знаете, мы это делаем запросто. Мы приводим вас в гости, сажаем на диван, сведя незнакомых людей, дальше идем общаться со знакомыми. В чем проблема? Общительная женщина сама наладишь контакты с ее. Женщина пропоминает тот день, когда она решилась пойти в такие гости. Оставила меня одну в гостях. Обещал помочь с ремонтом и забыл. Давно обещал уже. Это у меня давно информация взялся. Еще в 2009 году. Обещал шкафчики перевесить. У меня на кухне. Еще что-то. И дальше там, например, пошутил так, что... Ну, я вообще не понял, как со мной можно было так пошутить. Шутка какая-то была. Или... Опять бросил свои носки в захолодильник. Надеюсь, что они там дезинтегрируются и сольются с Проданом. Продан — это изначальная материальная субстанция, из которой рождается Вселенная. Некоторые мужчины верят, что в носке они растворяются снова среди пяти элементов. И он их не находит на следующий день захолодильник, когда он действительно верит. Тоски растворились в продании. Философский взгляд. На самом деле, физический. Да, на стырку. Но все это записывает записывает мозг женщины. Очень тщательно. Очень тщательно. Когда учительница французского языка один из студентов задал вопрос иностранных студентов, он сказал, скажите, а какого рода компьютер? Она говорит, компьютер появился недавно. То есть, вы знаете, там артикль ставится. Ля, ле. Так, во французском. И она сказала, я не знаю, потому что слово появилось недавно и до сих пор никто не задумывался, какому роду определить компьютер. И тогда она предложила аудитории провести с самым студентом. Готовы сами приведите доводы, почему это мужчина или почему это женщина. И женщины, они написали несколько пунктов. А, мужчины написали следующее. Он говорит, он тщательно запоминает все ошибки и реагирует самые неожиданные моменты. То есть, знаете, как вирусы они накапливаются, 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 накапливаются. Просто компьютер выходит из строя, то у нас не зависает. Поэтому это женщина. Женщины сказали, да, и... Один из пунктов, я помогу вам в конце прочитать, это забавное получилось такое сочинение в них, все игроков. Женщины написали, что каждый раз, когда покупаешь, на следующий день уже жалеешь, что не выбрал другие модели. То есть, появляется новая модель. Это французский взгляд, конечно, может быть. Таким образом, женщины ум тщательно записывают все обиды в течение целого дня или целого месяца или того промежутка, которое было от близких отношений до близких отношений. Мужчины, помните, пожалуйста, об этом. Они не делают это специально. Они используют автоматические камеры, записывают, микрофоны записывают, и все идет к диспетчеру. Диспетчер сидит и всю неделю записывает. И когда делается запрос о взлете, то есть, объективных отношений, диспетчер заглядывает в базу данных и говорит, this man has no chance. При таких параметрах количество бензина в баках, скорости ветра, мощности двигателя, подготовки пилота, погодных обстоятельств, нет шансов на взлет. Нет шансов на взлет, оператор говорит, взлет не разрешают. Дальше женщине нужно придумать, как это объяснить мужчине. Классическое, ну, как в анекдотах, болит голова, я устала, еще что-то. Но дело не в этом. Дело в том, что женщине не свободно решать, когда она готова вступать в близкие отношения. База для этого создается мужчине на протяжении недели, месяца, жизни. И чем больше обид женщина накапливает, чем больше дискорпулезный мужчина себя ведет неаккуратно, нечисто плотно, и цинично, саркастично, фамильярно, тем больше желаний пропадает в женщине в бизнесе. Это закон. И ни при чем здесь его опытность или то, что она думает о другом, как часто мужчины думают, что если женщина теряет какой-то вкус с близким отношением, то, наверное, у нее появился другой. Существует тонкое сквернение. Тонкое сквернение. Например, мужчина, мужчина в течение недели, он четыре раза делал комплименты свои, или там, восемь раз свои коллеги, фигуры и грудь, которые ему очень нравятся, и он, как бы, у нас такая блузочка, и просто проходя мимо, или беседуя, или просто видя красивую женщину, он в уме своем, он допускал, ну, же ум его никто не видит. Телевидение хоть видит некоторые ночью, а мой ум вообще никто не видит. Представляете, видит. Знаете, кто видит, жена видит. Но она не видит картинки, которые мужчина строит. Жена видит, жена чувствует настроение в присутствии любой женщины, предательство. Каждая женщина, которая любит, или которая просто привязана к мужчине на основе близких отношений, всегда чувствует, что происходит что-то в наших отношениях, когда мужчина медитирует, назовем это так, медитирует на другую женщину. Даже если это происходит 10 секунд или 5 секунд, Барбара Денжес называет это 10-секундная оргия. Мы, мужчины, не стыдимся этого, у нас нет проблем с этого, этого никто не видит. Почему я могу из этой женщины сделать все, что я хочу в своем уме? Можешь, если у тебя нет рядом другой женщины, которая старается заботиться о тебе, думать о тебе, сохранять вернусь о тебе. В это время женщина чувствует тревогу. И когда она чувствует тревогу, она не понимает, почему у нее остывает, у нее остывает страсть, пропадает чувство к мужу. Диспетчер записывает все 10-секундные оргии мужчин. И когда мужчина хочет близости с женщиной, она говорит, у меня болит голова, я не хочу, или я устала, или любые другие решения, тоже каждая семья по-своему. И мужчина недоумевает, они понимают, почему. Он просто делает вывод, правильно, те, которых я в своем уме рисовал, они лучше. Они бы со мной сразу захотели. Все. Хорошо. Все они будут, такой мужчина. И дальше он говорит, что он разочарован. Дальше он сам себя убеждает, что он разочарован к этой женщине, потому что с ней невозможно жить. Дальше он начинает ей объяснять, что она слишком холодная. Что надо быть более расстыкоселенным, надо быть законфицированным, или что мне не нравится так, или что надо быть, эти отношения важны для меня. То есть начинает ее воспитывать за то, что по сути сделал сам. То есть нечистоплотность, тонкая нечистоплотность мужчины в уме, секс с женщинами в уме, приводит к тому, что женщина не чувствует больше расположения к мужчине. Часто женщины начинают винить себя, потому что они картинок не видят Муж сейчас в уме занимается сексом с другой женщиной Он чувствует, во-первых, вторжение другой женщины присутствие энергии другой женщины А во-вторых, он чувствует, что мы отдаляемся Он чувствует холода в отдалении Этот мужчина не со мной Между мной и мужчиной растет какая-то стенка маленькая, стеклянная, на несколько минут, но она растет Это вызывает тревогу от женщины Тревога у женщины Она не позволяет от тревоги ей снова так же открыться и снова так же погрузиться в эти отношения близкие. Близкие отношения требуют прежде всего двух вещей. Исключительности и безопасности. Безопасность страдает такая, когда женщина чувствует тревогу, что этот мужчина, по-моему, он не со мной. Он в течение недели не со мной. Сейчас он может быть со мной, но я столько раз чувствовал, что он не со мной. Мне тревожили, наши отношения остыла. У меня нет свидетельств, у меня нет звонков, у меня нет номеров, нет переписки. В ум нельзя заглянуть, вы можете заглянуть в переписку своего мужа, в ум не заглянете. Если вы заглянули в историю ума, бывает, что мужчина забыл стереть историю, женщина утром заглянула в его историю посещения сайтов, и она просто в ужасе. Она заглянула на парню из них, она в ужасе просто. Но в ум нельзя заглянуть, кажется. Так вот, женщины могут заглянуть в ум на уровне эмоций. Она чувствует, что у мужчины придет другая тема там, другая тема, он наслаждается другими женщинами. То есть, первое, я не исключительно, интимные отношения в них сила тем больше, чем более исключительно мы делаем это только с одним человеком. Вкус их, великолепие их, наслаждение в них, оно может достигать огромных высот, это в этом говорится в писаниях. Дармо берут ха в будущем, кому смест барата шабха, этому тексту только в написании 5000 лет, ему еще миллионы лет. Дармо берут ха в будущем, кому сме барата шабха, духовная личность Бога говорит, я есть в сексуальной жизни, если есть два условия, исключительность и безопасность. Если женщина знает, она единственная, и второе, она в безопасности, тогда это божественный секс. Больше никому не верьте, где божественный секс. Если люди собрались вместе, начали заниматься дыхательной практикой, потом плавно перешли к упражнениям, а потом все занялись тантрой, не верьте, что это самое высшее наслаждение. Самое высшее наслаждение, когда рядом женщина, которая чувствует полностью себя защищенной, в полной безопасности и абсолютно исключительной. Только тогда могут быть настоящие близкие отношения, так утверждает описание. И не слушайте, постарайтесь не слушать всю остальную ерунду. Два условия, безопасность и исключительность. Безопасность означает, что мужчина умеет сдержать свой ум и не пустить его в другим женщинам, это главная безопасность. Это непросто, мужчины понимают вас. В условиях мегаполиса и западной цивилизации 21 века, и современной системы массовой информации. 70% информации в интернете, это глобальная сеть интернет, события 20-21 века, это новая технология, совершенно другая планета. Земля с интернетом, это совершенно другая планета, нежели Земля до него, согласитесь. 70% в мировой системе интернетной информации порнографического содержания. Мои соболезнования не мужчины, это нелегко контролировать свою ум. Но, делай лучше, хуже получится само. Поэтому, исключительность и безопасность. Представьте, мужчины, что вам бы надо было вступить в близкие отношения в гостинице, в котором в соседних номерах идет бандитская перестрелка. И в вашу дверь тоже стреляют, и ломятся, и в любой момент могут бежать. Вы смогли бы посвятить себя этим отношениям? Послабиться просто, сказать, я еще ничего не волнуйся, сейчас они уйдут. Аааа, на ваш балкон упал. За стеной кого-то пытают, кричит ужасно, пытают. Кого-то пристрелили с одной мести, вы слышите, его пристрелили, только что человек кричал, его пристрелили. Он говорит, ничего, это в соседнем номере, не у нас. Это хорошо, давай понаслаждаемся этим. Особенность мужской психики в этом смысле интересной особенностью является то, что... И поэтому, живя с этой особенностью, большинство из нас, мужчин, даже не подозревает, что... Женщина совсем другой взгляд, совершенно другое восприятие. В принципе, деятельности и отношений, и в том числе отношений близких. Я, ну, образно, искал какой-то образ, который бы лучше всего передал во психик мужчины с подводной лодкой. То есть в подводных лодках, вы знаете, система... Не знаю, знаете ли или нет, сейчас вам покажу. Мужской пример, простите. Мужской для мужчин. То есть лечение мужчины, оно, это мы с вами об этом говорили, оно проявляется сначала на физическом, затем на эмоциональном, затем на интеллектуальном уровне. Во-первых, дело на физическом. То есть, мужчины, нам ничего не надо, чтобы почувствовать физическое лечение. Вообще ничего. Достаточно просто зацит. Оно сразу... С этого мы начинаем. Мы видим женщину, лисица видит сыр, и сыр ее пленил. Женская природа совершенно отличается. Женщина сначала видит в мужчине качество, в основном придуманное. Надо быть осторожны. Или в большей части придуманное. Они в нем есть, но она дорисовывает еще больше, и к этому привлекается. Ученицы, вы видели, что школьницы влюбляются, и знаете, что до сих пор школьницы влюбляются. По крайней мере, в Латвии я не знаю, но в России до сих пор. В молодых учителей физики, даже не в очень молодых учителей физики. Но ни 20 лет, ни 30 лет назад, ни сейчас, мы не знаем примеров, когда бы ученики влюбились в учительницу химии предпенсионного возраста, только за то, как она знает химию. Девочки влюбляются в человека за разум. Этот человек может быть не атлетом, не бодибилдером. Просто у него блестящий интеллект, он понимает формулы, он легко их решает, он преподает их другим. Это очаровывает качество характера. Но мужчине, если он может влюбиться в учительницу химии, если только она в прошлом году закончила педагогические, и ей 22, и она стоит за доски, и стоит спиной. Ее можно рассматривать, пока она пишет формулы. В этом случае это может сработать. Это будет другого порядка влюбленности. И почувствовать интеллектуально, то есть интеллектуально привязанность к мужчине, к женщине позже готова открыться эмоционально, и только после этого готова к близким отношениям. В этом секрет. Это устроено Богом, и очень мудро устроено, если вы задумаетесь. Понимаете? Чтобы просто не попасть куда попало. Чтобы не связаться, не отдать свою чистоту, энергию, психическую, ласку, свою красоту, свое время, свои годы. Не отдать кому-то, кто никуда тебя не проведет. Поэтому мне сначала надо выяснить, куда этот человек едет, когда он меня везет. Об этом я сравниваю женскую, мужскую природу, паровоз и вагончик. Женщина заинтересована в хорошем паровозе. Куда он идет, а не просто как он, какие у него колеса. Это гармония формируется. Оператор интимной связи. Женщинам всегда сексуальные отношения. Это значит, я сначала должна связаться с оператором. Как в прежние времена, в начале прошлого века, в конце, позапрошлого. Всегда звонили, кому барышни. Барышня была. И говорит, барышня, пожалуйста, соедините меня. Пожалуйста. Женщина делает запрос. Она, ее природа говорит, мне нужны, моя природа, я достигла определенного возраста, когда я могу вступать в близкие отношения. Моя природа не то, чтобы этого прямо требует, как мечтают мужчины. Но она предполагает это. И для того, чтобы мне вступить в отношения, я должна позвонить оператору. И сказать, барышня, пожалуйста, соедините меня. Ответственность, способность заботиться, умение выслушать, исполнение обещаний, верность. Например. Если эти качества есть, то оператор говорит, соединяйте, пожалуйста, соединяйте. Это получает интимные отношения. Если женщина видит качество мужчины. Она может их выдумать, и тогда вступить в отношения, с кем попало. Она может, ее можно напоить, и тогда она может вступить в отношения вообще, с кем попало. Потому что алкоголь действует на женщину 6 раз сильнее, чем на мужчину. Поэтому мужчины любят всегда пригласить женщину в ресторан, на детей, шампанское, букачика. Это же просто по-джентльменски. Правда? И гостить шоколадом. Потому что и то, и другое стимулируют надпочечники. И искусственным образом делает турбо. Турбо, да, просто сексуальное желание. Шоколад имеет эту силу, и шампанское имеет эту силу. Сочетание не работает очень хорошо. Поэтому советую вам, конечно, если пить больше, вам мужчины больше и дарить, и наливать. У мужчины прямая связь, у него воки-токи, нет никакой барышни, понимаете? Просто прием! Прием! Мне нужен секс, мне нравится ее фигура, прием! Какая ответственность, какая хозяйственность. Представляете, мужчина такой. Я могу вступить в близкие отношения только с женщиной, которая хорошая хозяйка, которая будет хорошей матерью, у меня детей. Вы видели такое, нет? Не, я могу взять в жены такую. Это да. Я говорю, почему? Это женщина? У вас была такая возможность, вы были с этой женщиной, там, добра, поездки, до поездки. Почему вы не проявили себя как мужчина, как мачо? Ой, вы знаете, я не уверен, что она хорошая мать и хорошая жена, и я говорю, что у нее не хватает качества, качества мудрия и удовлетворенности, которых я слышу на лекции. Нам до лампочки, понимаете? Нам до лампочки, по природу до лампочки. Для близких отношений нам ничего не нужно, кроме самих близких отношений. Все. У нас воки-токи. Прием, прием. Прием. Классная фигура. Прием. Можно? Прием. Да, можно. Вперед. Все, тело говорит. Можно, давай, дуй. Никаких барышин, ни у кого не надо ничего спрашивать, понимаете? Если мужчина это не поймет, то он не поймет женщину, которая рядом с ним живет. Он будет думать, что у нее проблемы, что она фригидная, что она не уважает его, что она не может его принять таким, как есть. Что все наслаждаются в этом мире сексом вообще. Вау! И только у нас проблемы. Из-за тебя, между прочим. Все женщины этого хотят. Что с тобой? И несчастные женщины потом приходят в круг других женщин и говорят, слушайте, мне кажется, я фригидная все-таки. Что это ты фригидная? Девчонки, скажи. Нет, он не хочет. Они такие, ааааа. Это, может, нам хочется. Что, тоже не хочется. Ну, не так сильно, как мужчины думают, нам должно хотеться, по крайней мере. И опять смеются все вместе. И она тоже такая, хе-хе-хе. Начинают смеяться. Так они ее вылечивают потихоньку, подруги. Поэтому психика женщины сравнивается. Я искал в интернете, ничего не мог найти, какую-то иллюстрацию. Но нашел максимально большую квартиру без перегородок и стенок. Фрагмент ее. Это была мода, еще остается. Квартиры типа лофт, вы знаете. Квартиры, в которых нет дверей. Даже в ванной, в туалете. Лофт, громадная территория. На территории бывшего завода. Это американский стиль. На территории бывшего брошенного завода, разорившегося. Перегораживаются те самые квартиры. У нас тоже несколько постсоветских индустриальных зданий было превышено в такие дома жилые. И дверей нет нигде. Это почти помещение. И кухня соединена с гостиной. И гостиная соединена с детской. И детская соединена с ванной. И спальня соединена с тем и другим. Это называется лофт. То есть нет никаких дверей. Все одно целое помещение, по сути, большое. Вот женская психика это лофт. Если в одной комнате что-то жарят, это чувствуют в ванной, в детской, в туалете и в гостиной. Если кто-то шумит, или, извините, есть какие-то, строятся отношения, то приходится учитывать, что происходит в детской, в ванной, в кухне и в гостиной. Женщине, ее сам головной мозг таким образом устроен, что нет центров, которые были бы зашлюзованы, где бы она могла не учитывать все остальное. У мужчины психика похожа на подводную лодку. Строгая система отсеков. Строгая система отсеков. Все расшлюзовано, все разделано. Есть отсек, например, общения с ребенком, игры с ребенком. Если мужчина зашел в этот отсек, он может больше ничего не запевать. Ничего не учитывается. Что жарят на кухне, что моют в ванной. Кто храпит в спальне, или кто смотрит телевизор в гостиной. У него проблем не волнует. Он зашел в остек, он даже не знает, вообще есть ли кто на подводной лодке, или они все умерли. Он в своем отсеке. У него есть отсек работы, или свободного времени, досуга. У него есть отсек общения с женой, например, или каких-то других семейных отношений. У него есть отсек работы, туда лучше не заходить, не мешать ему. Все, мужчина работает, все, он участвует, все, он интересно работает. Не беспокоит. У него есть отсек каких-то домашних дел, то, что он делает по дому. У него есть отсек досуга и спорта, или общение с другими мужчинами. И эти отсеки четко разделены между другими. Если мужчина заходит в отсек, работает, то его трудно оттуда вытащить, даже если вы уже его привезли домой, посадили машину и увезли на юрмальский пляж. Их мужчин легко узнать, у них такой взгляд. Он как бы стоит на пляже, у него такой взгляд. Утирается полотенцем. На самом деле только его тело приехало на пляж. Его ум еще в отсеке работал, он все еще работает. Поэтому мужчина, он считает, что женщина тоже так может, должна. То есть неважно, где мы, в корыте, в ушате, в ванне, в море, в опиане. Достаточно просто закрутить этот отсек, и мы можем наслаждаться этими отношениями. Женщина говорит, у меня нет никакого отсека. Когда мужчина чувствует желание сексуальное, он говорит, что думает соседи. Вам важно, что думает соседи? Немножко важно, но в 10 раз меньше, чем у женщин. Если мужчина чувствует сексуальное желание, он сильно беспокоен, заснули дети или нет. Женщина говорит, вау, да, это проблема обычная. Нас это сильно беспокоит, заснули дети или нет. В конце концов, мужчина говорит, что у вас так все сложно. «Почему в моем отсеке весь твой лофт?» «Как оказались все люди здесь?» Мужчина взял, ушел в отсек секса, закрутился, как это все нормально, разворачивает, уснул, «Мама, дорогая, она все сюда притащила!» «Детей, то, что ты мне утром сказал, обидное, маму, которой никак не может найти лекарства нужное, кошку, которой надо там стрелить за батя, посадить на операцию опять, ребенок, который так лег, не сделав уроки, завтра ему двойку поставить, все это в отсеке у него, он думал, «О, мой гад!» «Что теперь здесь делать? Все здесь!» Он говорит, «Ты не можешь это там оставить? Давай я открою, ты туда все это выдвинешь и только ты здесь останешься, ты всех выгонишь и останешься». Он говорит, «Женщина, не могу!» Поэтому мой секс – это доделать уроки с ребенком. Вот я возбуждаю сюда, доделать уроки с ребенком. Дальше, помочь маме найти в интернете нужное лекарство, аптеке где-то продается, еще больше, завожусь прямо, а я завожусь, потом еще и завожусь. Потом, уложить детей спать, почему они легли, и тузочки были поглажены, я знал, что на завтра у них все в порядке. Дальше, успокоить свою подругу, у которой муж второй день не появляется дома, тоже в сексе очень неважно. Подруга тоже участвует, у меня нет? Отсека подруг и отсека секса. У меня есть просто большой отсек всего. И пока я все эти проблемы не решил, у меня очень трудно погодить с этим. Мужчина говорит, «Как у вас все сложно?» И надеетесь, что он найдет женщину, которая так может. Женщина может это имитировать. Имитировать вы это умеете, но сделать ни одной женщине не удалось. Если вдруг мужчина поймет, что он нашел такую женщину, он с ужасом к утру знает, что это был мужчина. Который, да, сразу нет проблем с сексом, сразу все. Да, мне очень не надо, утром просыпается, но он. Что произошло? Конечно, раньше надо поймать, чем утром, я надеюсь. Поэтому вот такие вот двери у нас. Слюзы между каждым отсеком. И женщины должны понимать, что мужчине важно выйти из отсека. Она должна дать ему время выйти. Когда женщина просит сходить мужчину в магазин поздно вечером, потому что максимум скрывается в одиннадцать, она не должна понять, что сейчас мужчина находится в отсеке игр. Чтобы ему выйти из отсека игр, ему надо открутить, включить лампочку красную, что сейчас там с той стороны упадет давление, надо выровнять давление, выпустить пар, туда-сюда, воздух, пустить кислород сюда, открутить это, тихонечку открыть, посмотреть, все ли безопасно. И тогда выйти из него. А не можешь просто побежать из одной комнаты в другую, как это делает женщина? И говорит, молоко. Она такая, раз, с кухни побежала в гостиную, по-другому, все равно, нет проблем, даже дверей на пути нет. Там серьезный процесс. Доступ во второй отсек открыт. Красную лампочку показывает, зеленая. Ходит, понимаете? Это требует времени. Зачем проблема? Почему так надо долго просить? Представляете? Представляете? Ну, то есть, ну, вы подплываете к подводной лодке, которая находится на глубине 300 метров, на корабле с рупором, вы кричите, строится на палубе подводной лодки 15 секунд. Знаете? Ей надо всплыть, ей надо, там, откачать воду, откуда, я не знаю, там, технологии все, знаете, открыть люк, и всем перейти, и зацековать сей, потом открыть главный люк, всем выйти на поверхности, построить. как вы ожидаете, что они, как солдатики, повыпрыгивают, да? Мужчине надо закрыть. Более того, ему надо выйти и сейчас закрутить этот отсек, закрыть его, пока эту тему закрыть, полностью отключиться от игры или от работы, или от еще, и тогда он говорит, да, дорогая, в твоем распоряжении. Самое интересное, когда мужчина это делает, он переходит в отсек, он такой, переходит в отсек жены из отсека игр онлайн, да, или отсека работы, а он говорит, да, дорогая, ее уже нет. и такое эхо, и такое эхо в воздухе, если так трудно, сама сделаю. Вот же дрянь получил, что я тут делаю? Ну вот так, это уходит все от всех. В следующий раз даже, его не дозоветесь оттуда, такого издевательства мы терпеть не будем. Я откручивал, откачивал, закручивал, закачивал, когда я все это сделал, мне говорят, трудно так, сама сделаю. Незнание разницы природы, она очень сильно делает напряженные отношения, потому что люди думают, что мы специально, мужчины думают, что вы какие-то больные, у вас все в постели вместе с нами, там и дети, и бабушки, и собаки, и кушки, и коллеги по работе, и школьная подруга, и все одноклассники.ру, там, исходно, мы куда-нибудь можем на еде побыть, или нет. Она говорит, можем, но мы этих всех должны быть сначала. Спокойтесь, удовлетворите. Поэтому мужчина может не учитывать ничего, чтобы начать близкие отношения. Женщина, природа такова, что она должна учитывать все, чтобы начать близкие отношения. Свое состояние, свои отношения, свое здоровье, свое спокойствие, то, как наша семья, вообще куда она движется. И в начале отношений, из-за того, что она верит, что все это хорошо закончится, женщина свободна. И ее фантазия, которая заполняет нишу мужчина очень ответственный, и мужчина очень большой друг, она позволяет ей совершать подвиги в сексуальных отношениях. Но когда она видит, что это выдумано ей, что мужчина этого не показывает, она сразу сворачивает программу. Это многие женщины после вступления в брак довольно, это известный факт, не секрет для мужчин. Женщины становятся спокойнее, в недостаточно близких отношениях. Мужины думают, меня потом обманули решения, что произошло, почему так надураценно? Так было здорово, давай теперь просто, мы все об этом не говорим, мы говорим о квартире, о ремонте, когда дети, или еще что-то, как бабушку, помочь бабушке, как маму перевезти, помочь переехать, решаем, какие-то проблемы. Почему мы об этом больше столько не говорим? Если для женщины это способ достичь отношений, это способ достичь отношений, просто достичь, а дальше отдохнуть, то мужчина будет разочарован. Многие женщины используют, к сожалению, такой маневр. К сожалению. Потому что не совсем честно по отношению к мужчине, к женщине должна адекватной быть сначала отношения. Почему сначала не сказать, что мне это не очень интересно? То есть, оживая женщина, я себя нормально, адекватно чувствую, но я не так сильно и не чувствую себя виноватой в том, что я не хочу близких отношений. Особенно это касается женщин до 37 лет, потому что гормональный баланс меняется у мужчины и женщины в противоположном направлении, можно сказать. У мужчины очень высокий гормональный баланс, начиная с подросткового возраста и до 40 лет он. У женщины с подросткового возраста она может быть по сексуальному статусу мужчины с 45 лет. Понимаете, о чем я говорю, да? Девочкам 14, 15, 16, 17 лет, это мужчина в 47 лет, в 50 лет. Даже меньше, спокойнее просто, чище, спокойнее. Гормоны не провоцируют тело никаким образом. Мужчина просто, он с полуоборота зовет одного слова, одного изображения, одного прикосновения. Но к 37 годам баланс меняется. Очень мудро устроено Богом. Для того, чтобы, когда женщина столкнется с атакой своих гормонов, в 37 годах она предполагается, что она защищена, любимая, находится в семье, стабильная. Поэтому женщины, которые равнодушны к своей личной жизни и не пекутся о том, чтобы рядом был надежный человек, они очень сильно рискуют перешагивать этот порог. Потому что с этого момента гораздо труднее выбрать подходящего мужчину, потому что женщина превращается в подростка. Это говорят физиологи. То есть женщина в 37 лет превращается в подростка, которому это становится категорически важно. Но женщина в будущем мудрой, все-таки 37 лет, это уже зрелый возраст, она понимает, что она не может позволить себе это, потому что она, скорее всего, не построит отношения. И по сути, это очень сложная ситуация. Женщина, которая пренебрегала личными отношениями, потому что чувствовала, что это ей не так уж важно. То есть в работе она сама, квартира она сама, ребенка она сама. И вдруг в 37 лет она понимает, что, не говоря уже о психическом, при психической защите, то есть человека, который бы тебя и слушал. Я понимаю, что мне это нужно, хотя всю жизнь казалось, что не нужно. Но я теперь не понимаю, с кем. Потому что я все равно женщина, и мне нужно в безопасности это. Я все равно хочу этих отношений в исключительности и в безопасности, а не просто с каждым, которые меня хочет спасти. Поэтому женщина попадает в тупиковую ситуацию, на самом деле. Из-за своего такого безалаберности, такого, ну, скажем, бездумности, такого отношения в своей личной жизни до этого срока, потом все еще сложнее становится. То есть очень сложно потом построить отношения правильно. Тем более, что мужчины информированы об этом, они не только долго я знаю об этом. Они знают, что женщин после 37 надо спасать. Брать жены не обязательно. И это легкий способ манипулировать. Железный век, в котором мы живем, это век в основном эксплуатации. То есть каждый хочет использовать другие. Так, веток скажем. Это блестящий способ использовать сексуальное желание человека противоположного пола. Так же, как женщина может использовать сексуальное желание мужчины в расцвете лет. Позже побуждая его. То есть женщина, которая не имеет чистоты, она тонким сексом наслаждается в первой фазе жизни. Тонкий секс это что? Вначале я вам рассказывал о тех, кто не был. Это почет, слава и деньги. Грубый не нужен. Гормоны не требуют грубого. Но поскольку вожделение есть, женщина наслаждается почет, слава и деньги. Она ищет такого положения, такого мужчины, который мог бы ей это дать. Чтобы она была номер один, чтобы она была одета, чтобы муж ее был очень влиятельным, он был представительным, или он был важным, или он бы что-нибудь достиг, он был бы не лейтенантом каким-то, дурацким, по крайней мере, майором. У мужчины наоборот. В начальной фазе жизни ему интересен грубый секс. Когда его тело чуть-чуть сворачивает оборот, оно говорит, парень, если будем продолжать в таком стиле, сыграешь в ящик просто. Ты не можешь всю жизнь быть жеребцом. И тогда мужчина переходит в фазу тонкого секса. Это время политиков. Имя, почести, прибыль. В грубом плане труднее реализовать себя. Тело не дают. Но похоть осталась. Надо петь опять. Поэтому особенности таковы, что в чистом ключе, в чистом плане для женщины очень важно для того, чтобы ее психика открылась для близких отношений. Очень важно почувствовать, что мужчина взял за нее ответственность. Второе. Он понимает ее эмоции, понимает ее переживания. И не надо скрывать, подавлять их. И третье. Вот тут работает пускай. Простите. И третье. Я чувствую, что благодаря этим первым двум факторам, потому что это близкий друг, это человек, который принял отзыв меня ответственность, что-то ответственность. Не надо беспокоиться, куда я приду, оставаясь с этим мужчиной. Не надо беспокоиться, что мы куда-то не туда загремим, что мы наделаем десяток абортов вдвоем, и потом будем раскрывать последствия этого, или что мы просто деградируем вместе, или что-то еще произойдет, чего я не хочу, что не было цели в моей жизни. Я верю, что этот мужчина заботится обо мне во всех отношениях. Он приведет меня на какой-то более высокий уровень, как женщину, как человека эмоциональное, сострадание, взаимодействие с людьми, забота, и как душу. Потому что я состоюсь, я душа, мы говорили об этом, которая имеет эти все составные снаружи себя, они не составляют самую душу, они окружают ее. Сколько я живу в этом концепции как душа, как эмоциональное тело, как эмоции, или как идеи, разум, ум, и как цели определенные, которые я хочу достигнуть, ценности. То очень здорово сделано, согласитесь с Господом, мудро очень. Женщины сделаны в этом плане, женщины созданы перфектно. Господь позаботился о том, чтобы вы не вляпывались в непонятное отношение, которое приводит к деградации. Но вы и вляпываетесь, и мы вас вляпываем. Почему? Потому что есть такая опасная состальная фантазия женщины. Мужчина всегда фантазирует, что с женщиной будет наслаждаться. А женщина всегда фантазирует, что мужчина примет за нее ответственность. Харимона позволяет ему наслаждаться, надеясь, что он возьмет ответственность. Но в итоге это приводит к тому, что отношения становятся очень напряженными. Крайне напряженными. «История будущего». несколько слов о том, что ведические писания говорят о сексуальных отношениях в этот век. Кто-то знает, что они говорят об этом? «История будущего» «История будущего» «История будущего» «вы не отдыхать», или «идень't нам». И что они предскажут? Они говорят, что в этот век у людей не будет возможности отдохнуть, вы не отдыхаете. Вы думаете, что отдыхаете. Вы лежите. Или вы сидите Или вы смотрите телевизор Или вы ходите по пляжу В Анталии, Хургаде Или на Канарских островах Просто Драда Вы не отдыхаете Это было уже известно, что вы не сможете отдыхать Человека нет возможности принять омовение Омовение это значит Каждый раз, когда оно нужно, его надо принять Его нужно гораздо чаще, чем мы его принимаем Больше не буду комментировать Чистоту соблюдать Просто нормально Дальше, у человека не будет Возможности вступать В близкие отношения, у людей практически Не исчезнет категория близких отношений Вы говорите, как это Все же вступают Значит что-то не так Или ведические мудрецы ошибаются Или заблуждаются мы В чем решение То, что происходит Сейчас здесь, в этом мире В отношениях, которые называются Сексуальными, в определении метров Вообще не являются отношениями Она не является интимными отношениями вообще И Барбара Денджельсона составила такой список Человек, который тоже глубоко изучает Я ведическое описание просто не сильно это афиширует Это психолог Голливуда Жила много лет в Лос-Анджелесе Консультировала звезд Звезд эстрады, звезд кино У нас осталось список нездоровых мотивов близких отношений То есть, если вы посмотрите Все, что сейчас будет на экране названо Не является близкими отношениями То определение И давайте посмотрим, что осталось Итак, неблизкие отношения Что такое неблизкие? Я боюсь отказать Один из мотивов Просто боюсь отказать Женщины многие знакомятся Они боятся отказать по разным причинам Одна из причин, я боюсь, что еще хуже со мной сделают Замечательная причина Наверное, 80% обезнасилований не раскрываются Их раскрывают психологи через 15 лет Мне рассказывают обезнасиловании через 15 лет Между тем, чтобы 15 лет назад рассказать это отцу хотя бы Или ближайшим полицейско-милицейском участке Боюсь отказать Второе Чувство себя обязанным Я вам рассказывал На супружеской постели ты здоровья не жалеешь Если один из этих двух мотивов У вас никогда не было близких отношений Если этот, то же самое Ради праздника Ну как, у человека день рождения Я могу ему достать Хочу проверить, все ли у нас в этом смысле в порядке У нас вообще их нет Потому что их не было Уехали родители Еще один мотив Это не русский мотив Это не русский мотив коммунала Это американцы Но ничем не отличается от наших мотивов Хочется встряхнуться Ну Надо поскорее с этим покончить Угадайте, что это, мужской или женский Торнозначно Поэтому женщина смотрит, как надо себя вести Так, чтобы мужчина уже больше не мог это продолжать Все происходит Это американка, кто по телевизору выступала Нет, в ютубе я видел Она говорит, это очень просто закончить быстро Просто ахай, охай, вздыхай так Как будто бы все произошло И мужчина быстро сдастся все Долго не продержится Если ты просто лежишь и вспоминаешь Погладил ли ты блузку завтра Все может затянуться Поэтому лучше покажи, что это было Вау Тогда все закончится Потому что мужчина, хотя обычно с ним происходит Прогнется на правой эпохе Надо поскорее с этим закончить Сегодня ведь субботний вечер Это чисто американский Я не знаю Ну не чисто, наверное, здесь это принято Просто люди так пашут тяжело Что фактически многие семьи вообще не имеют семейных отношений Потому что просто нет сил Просто нет сил 2008 год поставил крест практически На близких отношениях в Латвии Потому что мужчину не только в близкие отношения приступать Женщины мне звонили, жены и говорили Пожалуйста, помогите моему мужу Потому что этот человек Мой муж не может есть Когда рухнуло все, он понял, что у него кроме кредита На 30 лет за квартиру ничего не осталось Его сейчас рвет каждый раз Рвет каждый раз, когда он что-то пытается съесть Так происходит уже месяц Как вы думаете, этот мужчина В силе, как мужчина Человек просто рвет от еды Он не спит Поэтому сегодня субботний вечер Последняя надежда, что мы понаслаждаемся Настолько люди измотаны, устанут, напряжены Не буду в этом Как я еще докажу, что я мужчина? Да тысячи раз Если ты выдержишь истерику жены до четвертого дня Ее депрессию То ты мужчина, однозначно Причем лучший из мужчин во Вселенной Можешь так доказать Есть хороший способ Выдался удобный момент Неизвестно, когда еще будет возможность Просто похоть Такое бывает Мужчина это знает Ничего не надо В принципе, я сейчас с кем угодно это сделал Но поскольку жена реал Мне не интересно ничего Просто мне хочется этого все Просто механически Это не близкие отношения Мне нечего было смотреть по телевизору Это фразы, которые сами люди Когда их спрашивали, почему выступаете Это люди Большой опрос Серьезных людей, достаточно успешных людей Можно сказать интеллигентных людей Надоело выяснять отношения Выясняли, 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 выясняли Потом вспомнили, что все ссоры решаются в спальне Или как там Все отношения Какая-то поговорка такая была Дурацкая Все конфликты улаживаются в спальне Так кажется Надоело выяснять отношения Хотелось кому-то насолить Я в своей консультативной практике К сожалению, сталкиваюсь с такими Что женщина так насолила Что в итоге забеременела И пришлось сделать обор Человек, который, в общем-то, чистый И для нее это было огромное потрясение И этот ребенок, который вдруг пришел Он полностью поставил крест на отношениях Которых она хотела продолжать Она просто хотела проучить мужчину Она хотела ему насолить Потому что ей показалось Что он слишком там куда-то что-то К сожалению За приезд, за отъезд есть такая система То есть муж уезжает на месяц Или только что вернулся после целого месяца Знаете, это называется Синдром морячки Первая встреча Хочется острых ощущений просто Скучная жизнь такая Даже скучно, все-таки хочется немножко Хотелось физического контакта Не факт, что это единственный способ Физического контакта Хотелось завести ребенка Опа, вы говорите Мы к этому не готовы Разве это не близкие отношения? Я говорю, не грамот Вообще Вообще Как? Мы у астролога спросили Какое благоприятное время Какой день Какой час Я засекла секундомер Поставила в мобильнике Будильник Мемо Или там Митинг Что надо ставить Когда начинать На какую кнопку Митинг Встреча Или Напоминание Митинг В три часа Во сколько заканчивается? Три десять Напоминать сколько раз Пока не настанет этот день Слишком лабораторно становится Люди в камеру приходят Я говорю, вы сами понимаете Что вы спрашиваете? Мы слышали, что важно Подбирать на меня Я говорю, как вы собираетесь Это делать? Будете сидеть с таймером Или будете ждать Пока мобильник пропипикает Или заиграть Какая-то мелодия И что вы побежите По команде Давай все Пошли Сейчас благоприятное время Первый пошел Второй пошел Как вы собираетесь Это делать? Вы уверены Что это хорошее сознание В котором начинается ребенок? Следующее Нужно было помириться После ссоры Это похоже на Надоело выяснять отношения Следующее Было холодно Не комментируем Хотелось дать зачет На Украине Я 21-й лет Все нормально Полный ход 80% студентов Курсы сдают За счет Таким образом Самая разумная И чистая Из них Она решила Что она не хочет Таким образом Поэтому она просто Получила Три Или удовлетворительное И как бы Суровый взгляд Своей мамы Не хотелось терять работу Это американский синдром Но думаю Что и здесь Мы это теряем К сожалению Чтобы расстаться По-хорошему Говорит Нин Ты что опять беременна что ли? Ну да беременна Как ты беременна? Ты же одна Да это мой бывший Вчера Прошу Нет Это мой бывший Приходил Прощение Простите Опять беременна Расстаться По-хорошему Были пьяны Часто Чтобы доказать Что я не хуже Его бывшей Любовницы Чтобы Он оказывал Благодарить Вы дайте Кто Чья идея Он за мной Так указывал Он мне столько купил Я говорю Ну и что? Ну как он же ждет Чего-то от меня Я говорю Ну подождет Ничего Он это получит Если вы будете вместе Он это будет получать Всю жизнь Если он вам не подходит То зачем тогда даже Один раз найти отношения Соглашаться Потому что Было его И ее жалко Чтобы наконец Избавиться от девственницы Это хит Дело в том Что Ченаке Пандин Говорит Что все больные Люди Завидуют богатым Все Больные Завидуют здоровым Все бедные Богатым И все Женщины Потерявшие чистоту Завидуют тем Которые ее имеют И поэтому Ну не все Поголовно Но имеется ввиду Что когда Нечистота И зависть В женщине Есть Сочетается Она пытается Уничтожить Все чистых Женщин вокруг И самый лучший Способ уничтожить Их Это говорить Что Никого 19 лет У тебя никого не было Ты больная Вообще Никого ты не знаешь Говорит Он вообще Слала Да И ее справа Все Ты откуда Такая свалилась Нет Не откуда Это они свалились В порядке Но Это сильно действует Если такая девушка Не защищена родителями Если к ней Еще отношения матери Свинская В стиле Да убери Там лентяйка Лентяйка Интересно Что после такой вести Женщина сама Даша не понимает Что ей вообще делать Но отомстила Ну уж узнала Что дальше Еще раз Кто оказался Дурака Кто кому отомстил С прежней партнершей Ради общего прошлого Американский Чтобы подчинить Его себе Чтобы доказать себе Что я все еще Ее люблю Доказать себе Что я все еще Люблю Чтобы произвести Впечатление Это полезно Для здоровья Да Может сперматоксикоз Начаться Мужчины говорят Придумали же Такой термин Сперматоксикоз Это когда У мужчины Закрыто сердце Напрочь Он настолько Несчастлив Одинок Что сексуальная энергия Не может двигаться вверх И поэтому Больно бьет ему В закрытые Психические центры Больно бьет Дискомфорт Она мощная Она бьет Она ищет выход И мужчина понимает Что это токсикоз И он говорит Сейчас открываем кран Выливаем это все И больше не будет больно Я говорю Хорошо будет Нет Хорошо не будет Хорошо нельзя Я просто был напряжен Вы счастлив Нет Еще более одинок Вам здорово Нет Мне плохо А зачем это делали Было просто Еще хуже Я говорю Через какое-то время Энергия опять наберется И начнет бить Опять в этот центр Вам придется Сделать то же самое Чтобы он не стал искать секс на стороне По-моему, это классика всей постсоветской территории Мне кажется, я не делал такого вопроса, но мне кажется Что женщины думают, что это работает Из-за того, что с женщиной вступает близкие отношения Из страха, что мужчина вступает в настроение страха Психика ее в настроении страха А не в настроении близости, тепла, обмена, ласки, нежности Страх, он передается мужчине Мужчине закрывается сердце И секс становится просто механическим Более того, мужчине мало его Когда он его получил, он чувствует, что не было удовлетворения Секс был, все произошло, все там померили Оргазмы, шмаргазмы по журналу все сделали, как там рекомендовалось Все засекли, все учли, все галочки поставили Нету счастья Еще хуже, еще более одиноко, еще более противно Почему-то в голову приходят мысли о других женщинах О жене не думается вообще Хорошая женщина, симпатичная, привлекательная Когда-то я был без ума от нее, я бредил, она мне снилась Что с этим, что произошло, я не понимаю Сердце закрылось В том числе, благодаря женщине, которая вот ради этого вступает отношения Ради статистики Есть такие персонажи, где мужчины, как долго, сколько раз, сколько продержусь Получится ли так, как видел в кино Есть любопытство Ну что ты скажешь Была такая необычная атмосфера Это чье, вы думаете Мужчина такой, была такая необычная атмосфера Нам не нужна никакая необычная атмосфера, можно женщин достать и все Можно полностью без атмосферы, без воздушного пространства Если хватит, на вдохе мысли все же сделаем Чтобы не потерять партнера Это женщина Женщина сначала привязывается к мужчине, к тому, что она на нем выдумала Потом боится потерять то, что выдумала нереального мужчины Его было бы хорошо потерять побыстрее Если так вот его понять, какой он То быстрее потерять надо его, быстрее, побыстрее Но поскольку она видит не то, каким он есть, но то, каким она нарисовала Она к этому привязывается и боится потерять А чтобы его не потерять, она готова для него на все Поэтому вот Только небольшой список Вообще большой, на самом деле Некоторые из вас, может, такие посмотрели и подумали Эй, а что осталось-то? А что осталось? В принципе, ну Все покрыли Так вот У нас нет близких отношений Получилось так Индические писания Только там, где соблюдаются принципы Неотъемлемой природы женщины Там может быть настоящий секс Настоящее наслаждение Неотъемлемой природы женщины Быть под защитой Быть понятой И получать заботу Все вещей нету Свидание близких отношений Пародия просто Пародия Иногда ребенок садится в машину И он играет, как будто бы он едет Садится и он Таким ребенком смеются Говорят им, ладно, дворник изнутри поставить Мужчина 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 Приближается к женщине И даже не понимает, что ее нету в этих отношениях И он едет сам Один Это был секс Женщина Да, 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 это был секс Как насчет завтра Мы едем в Альфу Как насчет ремонта Мы закончим спальню детскую Он такой Ну да, теперь закончим Надо заканчивать Надо заканчивать Действительно Ваши вопросы Такая же вожделение является одним из нескольких врат в ад Где Как быть с этой энергией Где заканчиваются естественные потребности Начинается вожделение Или все является вожделением Близкие отношения и возможности И близкие отношения возможны лишь для зачатия Это функция близких отношений Для зачатия Женщина хочет близких отношений По сути только потому, что она хочет детей Все остальное дизайн Дизайн, самообман Нормальный потребность женственного организма Да, это рождение другому существу Почему в 37 так активизируется? Потому что женщина хочет еще детей Вы скажете, нет логики Ей бы в 18 надо было бы хотеть близких отношений Да, потому что в 18 она молодая В 18 там люди В 18-20 лучше рожать детей Есть логика Несегодняшняя тема Есть глубокая логика Которая раскрывает сейчас физиологи Или нейрофизиологи Сексопатологи Поэтому эти отношения предназначены для зачатия детей Они сделаны очень приятными И чтобы потом вам было легче переносить Все, что связано с детьми Представляете, если бы это еще было неприятно Я вспоминаю анекдот Простите, что из этой серии По-моему, он уместен О поручике Ржевском Это грубая серия И вообще Определенная категория людей Которые рассказывают Я просто помню вопрос поручика Поручик, а вы любите детей? Он говорит Не очень, но сам процесс И это сделано Богом Мужчина бы ни за что не взял на себя груз такой Мы же не понятны эти секреты Трепетность Рождения новой жизни по правительству Нам не очень понятны Нас на сентиментах Не вдохновишь платить до 21 года Сотни тысяч лад Не вдохновить Поэтому так устроено Господом Он говорит Это будет приятно Постарайся сделать это правильно Чтобы это было достаточно приятно Чтобы это позволило тебе растить Троих детей на протяжении 40 лет В разном возрасте Это определенный дизайн благословения Бога Но по сути Вожделение на самом деле Это не значит просто ваше желание Вожделение Как оно описывается Похоть Вожделение Похоть Это когда хочется всегда не того Что у тебя есть Жадность это когда у вас Что-то есть Вам мало Вам надо еще такого На всякий случай И кстати говоря Жадность Один из убийц Интимных отношений Один раз было хорошо Мы сейчас будем это делать Еще 10 раз Пока опять не будет хорошо В итоге мы уже ненавидим друг друга Нам было вместе хорошо В близких отношениях Потому что есть чистота Есть благословение Есть судьба Которая позволяет наслаждаться И мы быстренько эту судьбу Всю истратили Думаем Почему все хуже и хуже становится А понятно Женщина не так Логично Женщина не так Другой женщине все получится Иногда получается Смотрите У жены на какой-то момент Может не быть Благочестие Которое дает возможность Наслаждаться интимными отношениями На какой-то момент Планеты дают спад А у другой женщины Там пик И она не кто тебе И она не близкий друг Она не может быть верна тебе Не собирается Просто у нее в этот момент Пик Наслаждения связанного с телом По судьбе И мужчина думает Что это его заслуга Он въезжает в свою жизнь Судьба позволяет ему Совершить там подвиг И он думает Вот моя жена Понимаете Она вообще А вот тут меня Тут я нужен А через какое-то время У этой женщины начинается спад Как или иначе Судьба Планеты Луна Каждые Каждые Триста дней Сатурн Каждые 27 лет Юпитер Каждые 16 лет Венера Каждые несколько месяцев Надо менять знак Там по-моему Чуть больше Если я И засекал Поэтому вожделение Это означает Чтоб тебе не дали Тебе все равно нужно другое Поэтому контроль вожделения Это когда Супруги очень сильно Берегут свои отношения Что мне хотелось Этого человека Женщина говорит Для того чтобы Для того чтобы Мне хотелось Близких отношений С этим человеком Мне нужно открыть ему Свою природу И сказать Мне нужна ответственность За меня Мне нужно Тактичное Нежное Понимающее Эмоциональное Отношение ко мне Мне нужно Понимание моих целей Мне нужно Позаботиться о моей жизни О всей Чтобы я Пришла к какой-то цели Чтобы ты помог Мне прийти к цели Тогда я рассказываюсь Физически Тогда я очень спокойно Женщина должна Открыть это Иначе она будет Играть в цирк А мужчина будет Все больше запутываться А мужчина должен Не объедаться этим Потому что он должен Понять Если я объемся Я начну думать О других женщинах Вот и все И у меня будут Большие проблемы Большие проблемы Потому что я буду Причинять боль Кому? Самым близким людям Они мне близкие Остались Я хочу другую женщину Но люблю эту же И в мужской психике Есть такой синдром Называется Кара небесная Вы смотрели фильм Кара небесная? В 90-е годы Мужчина Бабник Который Трипал нервы Несколько женщинам Они однажды Сказали что они Хотят все вместе С ним собраться Они вместе Забрались в бассейн И они его утопили Задушили чулком Он их уже конкретно Просто вывел И он как только умер Он сразу же Воплотился Там такая немножко Ненаучная концепция Но она вообще Показает Он воплотился Женщиной сразу Ну и дальше Вся комедия Показывает Ну вот Enjoy it Enjoy Coca-Cola Может быть Если найдете Посмотрите Может быть посмотрите Не знаю Не могу Сто процентов рекомендовать Здесь речь идет о другом Мужчине не обязательно Быть утопленным Любовницами В ванной Или в бассейне Если мужчина Кара небесная Наступает тогда Когда мужчина Долгое время Или продолжительно Наступает в связь С женщинами Которых он не любит В его головном мозге В его психике Происходит разрушение Мостика Между люблю и хочу То есть определенные территории Отмечают за люблю Они помогают любить Люблю это эмоциональная Состанавливает Духовная изначально Но в головном мозге Есть мостики Которые отвечают За вот это Проявление этой любви И мостики между Люблю и хочу Мужчина разрезает Потихонечку Вступая в каждый раз В связи с женщиной Которая совершенно Наступает В конечном итоге Когда уже мостика Почти не осталось Вступает ад Он больше не может Хотеть ту женщину Которую любит Он хочет Как мужчина Он хочет Близких отношений Он Как сказать В здоровом теле В расцвете лет Он нет Никакого желания К женщине Которую любит У него есть желание Только к женщине Которую ему любит Поэтому Поскольку он любит Он будет оставаться с ней Она дорогая ему Дорогие дети Дорогая семья Да поскольку У него есть желание Когда он не находит решения ему Он не находит решения Куда девять Матисксана жена Но жена не привлекает меня Он каждый раз будет окажется в ситуации Где на патте оказался близок к женщине другой И потом будет приползать И просить прощения Как говорят, зелеными соплями у женщины Что прости, я не знаю, как это произошло Как-то само я шел мимо ее номера Меня сквозняком засосало Номер И по дороге я зацепился брюками за ручку дверей Сорвало штаны Я прямо влетел на ее кровати Прямо на нее шмяк и все произошло Понимаешь, там в гостинице такие сквозняки Ты же 27 этаж, ты понимаешь, как дует Кондиционер она так сильно включила Я не понял, а просто шел мимо И засосал И мужчина реально не понимает, почему так происходит Вот женщина, которую люблю, я ей не хочу совершенно Вот женщина, которой мне плевать Но поскольку у меня Мои нижние психические центры продолжают работать Я абсолютно не защищен Потому что женщина защищает, мужчина просто готовит Она говорит, да, если тяжело, если трудно Если сердце закрылось, если психическая энергия Я всегда твой друг Начнем с того, что просто ласково обнимемся А дальше посмотрим, нужно ли будет все остальное Я твой друг, я тебя всегда защищаю Но больше этот друг мне не интересен Потому что я сам разрезал это Мужчина разрушает Даже размышляя о других женщинах Он разрушает, разобщает Хотеть и любить И в какой-то момент он больше не может Хотеть и любить одну женщину И между тем он продолжает У него есть желание любить Он любит И у него есть он физически здоровый человек Он хочет сексуальных отношений Но он никак не может это сорвать в одной женщине Это беда холостяков Холостяков не такого порядка, как физическое время Когда холостяк означал монах Холостяк сейчас это означает Он наслаждается со всеми женщинами Не важно, любил он, не любил их И потихонечку ищет ту, которую бы он полюбил И которую бы он взял в жены Тогда он понимает Вот сейчас я эту женщину возьму в жены И тогда я потеряю все свои возможности А вы недавние подружки Привет, мюзета, мюзета, жанета, жаржета Клянусь, моя песня, она не спета Соломенная шляпка, классика Женится, женюсь, женюсь Какие могут быть игрушки Но вы, мои недавние подружки Тара-тара-тара-тара Ой, прямо Андрей Миронов просто показал это, разложил Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки Но вы, недавние подружки То есть у него опасный статус Холостяка опасный статус Если у мужчины выступают в секционные отношения У него все меньше шансов любить и хотеть одну женщину Как может получиться брак? То есть как этому браку не превратиться в ад В течение времени Для самого мужчины Если в паре ребенка хочет женщина, а мужчина не хочет Что это значит? Это значит, что вы или привели, или приведете этого мужчину Чтобы я ему сказал, хоти ребенка Обычно такие записки в воспитательных целях пишут Вы знаете, что победа Это серьезное дело отказать женщине Женщине в рождении ребенка Сейчас он с вами лучше ставит вашему мужчине Это может означать, что рядом вообще не тот мужчина Просто подумайте о нем Потому что если мужчина любит, он заботится Он заботится, понимает и уважает ее Если он понимает, что женщине очень важен ребенок И уважает это Он может понимать и плевать на это Он понимает, но не уважает совершенно Он может уважать, но не понимать В чем-то уважает, но этого не понимает Я не понимаю, а мне нормально без ребенка Ну мы же живем с тобой без ребенка Ну нормально же, она такая Тебе нормально, а мне ненормально Ну почему, что ненормально Давай я буду как ребенок теперь Да я уже как ребенок Зачем тебе второй ребенок? То есть он как бы уважает, но не понимает до конца женщину Понимаете, и уважения не стоит Когда мужчина понимает и уважает То у него рождается желание позаботиться Он понимает, что я очень дорожу этой женщине Мне она понятна, мне понятна ее страх Мне понятна ее природа хотя у меня совершенно другая природа мне разумом понятно его природу из любви я понимаю ей нужен ребенок кроме того понимаю я могу в любой момент уйти из жизни мужчины живут мало статистика не очень вдохновляющая на остается я их они шел туда полгода через полгода пришел помба выпала 6 месяцев назад и болталась канале я ел на бочок я пил только теплое я спал на левой щеке я старался качать правую щеку чтобы она выглядела адекватно там слева и понимаете когда я понял что надо идти к врачу я пришел и врач мне сказал сделал снимок и такой когда врач говорит это страшно и он говорит а вы не скажете очень интеллигентный доктор такой молодой это вы не скажете когда пломба у вас выпала я был доктор не скажу не хочу ли полным идиотом про себя подумал у тебя полгода назад что ты делал вообще я боялся что мне больно и опять же выглядит так сейчас у меня пока нет денег к дешевым врачу я не пойду андорога пока нет денег и сейчас со временем не очень жестокое дело на работе собраться особенно мужчины но в реальности я просто не шел боясь что мне сделать больно когда я провел в кресле 4 сессии по 2 часа чистка канала снова чистка канала канал я понял что этот человек даже без моментами без анестезии приходилось делать он мне сделал в десять раз меньше боли чем я сам себе причинил понимаете то что я боялся в десять раз менее страшнее чем то что я сделал сам себе боль которая мне приходилось каждый день горячая усил там что-то еще ночью 2 часа ночи боль просыпаешься это все было его то что этот человек сделал мне больно но было одна у нас не десятая шуток того что если он мне делал больно не очень сильно на протяжении восьми часов я себе делал больно на протяжении 180 дней на 24 3000 дней 3 часов 30 на 24 до 180 на 24 ты тысячи добровольно издеваться так над собой вот это то что делать женщина таких отношениях я не могу я просто не знаю как я буду без него жить одно одно же знаете совсем плохо так вот мужчина есть мужчина есть только по номиналу на самом деле что это за список не целует не не отнимает и от близких отношений даже даже не интересно близких отношений то и ради чего начались начался этот новый союз мужчина почувствовал пресвещение поэтому надо быть очень серьезными в этом очень серьезным женщина должна понимать ценность и бесценность своей жизни скорее женской красоты и чистоты нежности желание заботиться желание способности вдохновлять и понимать что это не ее ресурс то богом дано если она сливает это в унитаз соски со соображений какие-то своих что так лучше и жалко мужчину я без меня пропадет и закончить жизнь убийством то это называется верность в невежестве верно называют что верность это не всегда хорошо верность есть невежестве есть страсти есть благости невежестве человек просто верен потому что боится что будет еще хуже женщина верна страсти она верна только до тех пор пока мужчина удовлетворяет ее потребности финансовые сексуальные статусные престижи а в благо если женщина верна просто потому что это мой муж чего я вам желаю спасибо вам за внимание